Насколько имя Марина Зягинцева известно в современном обществе? Ну, я думаю, что я широко известна в узких кругах, скажем так. Среди людей, которые занимаются искусством и занимаются современным искусством, в общем-то, меня знают. Работаю на улице, я занимаюсь исключительно паблик-арт. Вот, это не граффити, это не совсем, как сказать, то, что мы привыкли называть уличным искусством. Это такой вид искусства, который больше у нас ассоциируется с некими инсталляциями на фасаде, инсталляциями на улице. То есть это некие объекты, которые вписаны в среду. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Когда тебе первый раз пришла идея стать художником? Мне идея пришла, когда я поступила на физфак педагогического института. Отучилась полгода, и я поняла, что мне в жизни хочется чего-то большего. И тогда я пошла учиться в студию. Я не думала, что я вот стану профессиональным художником, но прошел год, и я почувствовала, что если я сейчас не попробую, вот хотя бы один раз в своей жизни, попробую поступить в художественный вуз, попробую стать профессионалом, я потом буду жалеть об этом всю жизнь. Это достаточно поздно для художника, но тем не менее, ну то есть обычно люди там начинают с детства рисовать. Я что-то такое пробовала, но никогда не думала, что это будет моей профессией. Я считала, что художник – это не профессия, это некий интертеймент, развлечение. А вот получилось так, что я стала профит. Когда я уходила с физфаком, я декан сказала, ты что, куда ты идешь? Учитель физики – это кусок хлеба на всю жизнь. На что ты будешь жить? Чем ты будешь заниматься? Вот прошло столько лет, и я понимаю, что учитель физики – это не кусок хлеба на всю жизнь. Это достаточно сложное с точки зрения зарабатывания денег профессия. Но тем не менее, вот… А художник – это всегда очень интересно, и художник сейчас, мне кажется, это такой реформатор, который может влиять на окружающее пространство. Ну, по крайней мере, то, чем я занимаюсь, оно меняет жизнь гораздо больше, чем если бы я где-то в школе преподавала физику. Художник – это кто? Ну, художник – это больше, чем профессия. Это образ жизни, я бы так сказала, и это определенный взгляд на мир. То есть я когда разговариваю, например, с тобой разговариваю, я все равно мысленно рисую. Я высчитываю пропорции твоего лица, замечаю, как падает тень, какое освещение вокруг. То есть художник, он рисует постоянно, он рисует не руками, он рисует глазами, мозгом. Но это даже еще Микеланджело говорил, что художник рисует не руками, а головой. То есть я все время, даже когда смотрю фильм, я замечаю какие-то ракурсы, то есть я все время отслеживаю подсознательно то, что имеет отношение к моей профессии. Поэтому это больше, чем профессия. Это постоянная встроенность в некое видение. То есть это образ жизни, да, вот так. Если коротко, то художник – это тот, кто постоянно рисует. Это тот, кто постоянно, ну да, можно сказать, что он постоянно рисует или постоянно смотрит. Потому что не все люди смотрят. Они могут разговаривать и при этом не видеть друг друга. А художник, он постоянно наблюдает, он постоянно смотрит и постоянно отмечает ракурсы, эмоции. Поэтому художники видят больше обычного человека. Потому что они настроены именно на то, чтобы смотреть. Понятно. И из этого же вопроса вытекает следующий. Может ли любой человек стать художником? Вот я, например, утром проснулся, я хочу стать художником. Ну, художник – это модно, интересно, вот я хочу им стать. Смогу ли я им быть? Ну, или кто-то другой, наподобие меня. Ну, мне кажется, что все-таки художник – это призвание. То есть можно научиться рисовать. Это может научиться любой человек. Научиться рисовать может каждый. Но умение видеть – это дано не всем. Потом есть люди, которые лучше слышат, которые лучше умеют складывать слова в предложения. Я, например, терпеть не могу писать. Когда я начинаю писать, мне кажется, что слова – это дикие какие-то животные, которые разбегаются, их нужно собрать в кучу. А есть люди, для которых это естественно, они становятся журналистами, писателями. Вот это некое призвание. Есть люди, которые лучше слышат музыку. А я вижу мир в цвете и в графике. Это мое видение мира. Если оно есть у человека, то ему надо становиться художником. Если нет, то это большой вопрос. Он может научиться рисовать. И еще художником становится тот, которому хочется что-то сказать. Которому есть что сказать. Собственно говоря, творческая профессия – это всегда самовыражение. Но для того, чтобы самовыражаться, надо иметь то, что ты хочешь выразить. Если ты просто хочешь жить обычной жизнью и уметь делать красивые картинки, то для этого существует масса курсов. Ну, то есть художник – это все-таки такое умение видеть, в первую очередь. Марина, ты вот этим, то, что сейчас сказала, ответила уже на следующий мой вопрос. Да, но все-таки, раз он у меня есть, я его произнесу. Художник – это призвание или выбор? Ну, вообще и в частности для тебя? Это не выбор. Это как раз то, что называется призвание. Потому что я бы не хотела, я вообще не хотела становиться художником. Потому что это достаточно сложная профессия. Ты, в общем-то, ну, как сказать, обнажаешь свою душу, а люди на это смотрят. Ну, то есть здесь нужна определенная смелость. Я бы не сказала, что у меня этой смелости очень много. Я не чувствую в себе, вот, как у Марины Абрамович, да, возможности обратить на себя внимание своим собственным телом, там, своим собственным видом. У меня нету такой смелости. Я скорее прячусь за свои проекты, за свои художественные объекты. Но тем не менее я выплескиваю туда часть души, и люди на нее смотрят. Поэтому это выбор без выбора. То есть это я почувствовала, что я должна это сделать. Вопреки тому, чего мне, может быть, самой хочется. Если я понимала, что если я не сделала, я несколько раз пыталась бросить. Несколько раз у меня были такие обстоятельства, что я хотела уйти из профессии. Но я начинаю заболевать сразу. Физически заболевать. Мне становится плохо. Сначала мне просто жизнь становится невкусной, как будто я ем бумагу. То есть она такая становится пресная. А потом приходит физическая расплата. Я начинаю болеть. И как только я берусь за проекты, как только я начинаю рисовать, вот это все постепенно отступает. То есть искусство – это для меня часть моей, может быть, даже физиологии, без которой я не могу существовать. Понятно. Интересно. Ну вот еще такой вот вопрос. Вот поскольку художник и понятие талант, они как бы всегда ассоциируются друг с другом, во всяком случае в понимании многих людей, то что такое талант? Ну, талант обычно виден со стороны. Когда ты находишься внутри процесса, ты не можешь оценить, насколько ты талантлив и так далее. Поэтому я использую слово призвание. Вот у Толстого есть отличная фраза. Если можешь не писать, не пиши. Вот я не могу не писать. И я думаю, что это сидит во мне некая такая энергетика, энергия, которая голодная и говорит, корми меня, рисуй. Если ты не будешь это делать, тебе будет хуже. И вот мне кажется, это и есть талант. Талант – это некая погоняла, которая стоит у тебя за спиной и заставляет тебя что-то делать и самовыражаться. Если ты можешь этого не делать, то, наверное, талант недостаточно крупный, чтобы заставить тебя встать с дивана и пойти, не знаю, делать огромный проект на фасаде школы или в библиотеке в Норильске, ехать за тысячу верст для того, чтобы самовыразиться. То есть талант – это некий двигатель внутренний. Если он либо есть, либо нет. То есть это некая энергия, которая в человеке сокрыта и она является двигающей силой. Ну, я так это воспринимаю. Да, может быть, кто-то по-другому это чувствует, но я могу говорить только о своем собственном внутреннем опыте. Мне кажется, это такая большая голодная энергия, которую нужно постоянно кормить. Понятно. Ну, вот еще вот такой вопрос, который очень часто лично даже не задают. Да, я не художник, я преподаватель, графический дизайнер, графические дизайнеры, когда у них нет никаких заказов, например, они вот мне часто задают вопрос, а я его адресую вам. И звучит он так. Как понять, что рисовать, что создавать? Для вас нужен какой-то триггер, ну, толкатель, вдохновитель для этого? Или это то, что спускается свыше? Ну, наверное, все-таки триггер должен быть. То есть, я же говорила, что художник – это как некая губка, которая впитывает окружающую среду. И рано или поздно в этой окружающей среде появляется некий крючок, за который цепляются все твои размышления. И вот этот кусочек, да, там, в раствор кидает, и начинается кристаллизация. Вот примерно так и происходит. То есть, ты думаешь о чем-то там подсознательно, собираешь информацию, потом либо тебя куда-то позвали что-то сделать, либо ты услышал какую-то случайную фразу, которая вдруг собирает все твои впечатления в один комок. То есть, какой-то триггер снаружи, он совершается. Но я уже говорила, что художник, он работает постоянно. Даже когда он не работает в мастерской, не делает что-то кистью там или карандашом, он все равно работает, он все равно думает, он все равно собирает информацию, он впитывает окружающую в действительность, который потом кристаллизуется в некий образ, в некий проект. И сказать, что это что-то свыше, ну, я думаю, что свыше это постоянно что-то на нас сыпется, а мы как бы уже пытаемся это осмыслить и собрать в некое изображение. Вот так. Понятно. Такой немножко провокационный вопрос. А много ли получают художники? Ну, имеете в виду не по шее, а денег. Скорее художники больше получают по шее. Это очень, ну, как сказать, индивидуальный вопрос. Потому что есть, например, пример Христа, да, который работал всегда за свой счет и делал огромные проекты. Но он собирал деньги на эти проекты и делал их независимо от заказчиков. То есть он сам придумывал, а деньги он собирал за счет своего искусства, продавал рисунки и так далее. И вот этот, мне кажется, пример, он, наверное, для художника самый комфортный. Как только ты начинаешь думать о деньгах, о заказчике, ты перестаешь думать об идее, об искусстве. И это заметно, и это считывается зрителям. Поэтому художнику лучше как бы, ну, как сказать, не думать об этой истории, а как-то приспосабливаться в жизни, жить, ну, как сказать, вне вот таких вот прикладных мыслей. Как только художник становится озабочен, что есть, как кормить семью и так далее, ему сразу становится труднее работать. Не знаю, может, для кого-то это, наоборот, двигатель, да, встать с дивана и создать шедевр. Но для меня эта энергетика, связанная с зарабатыванием, она меня пугает. Меня все время напрягает. Я, поскольку делаю огромные проекты, меня напрягает, что мне на эти проекты надо притянуть бюджет, надо на продакшн, чтобы сделать большой проект на Рильске, нужно его туда, нужно изготовить здесь, туда довезти. Это больше денег стоит, там везется это все на ледоколе. Эти затраты, они меня пугают. Но мне все равно хочется сделать что-то большое. И как-то притягиваются люди, которые готовы это оплачивать. А думать о том... На самом деле у художника очень неровная жизнь. То густо, то пусто. Ты иногда зарабатываешь столько, сколько не зарабатывают твои близкие там в течение года. А потом сидишь три года и ничего. И вот эта вот неровность взаимоотношений с финансовыми, она очень выматывает. И поэтому художник это скорее призвание, чем профессия для зарабатывания денег. Понятно. Ну, получается, что ты уже ответила на ниже идущий вопрос. Но я его должен все-таки задать. Трудно ли быть художником? Трудно, конечно, трудно. Потому что здесь есть огромное количество подводных камней. Ты должен пройти в этой жизни, ну, как бы между стелой и хорибтой. С одной стороны, ты должен оторваться от бытовых проблем для того, чтобы творить. С другой стороны, без бытовых проблем у тебя теряется ткань жизни, и ты перестаешь быть в нее вписан. И, соответственно, то, что ты делаешь, это не очень интересно. Плюс, ну, как сказать, есть проблемы с самовыражением. Вот я работаю на улице, у меня постоянная проблема с тем, что заказчик хочет одно, художник хочет другое, а город еще это не согласовывает. И нужно так вписаться в эту историю, чтобы не потерять свою идею, и чтобы, ну, как бы и природа, и там город, все были довольны, и в то же время ты сам был доволен тем, что ты делаешь. Вот это вот все время какой-то путь, он достаточно сложный, и для того, чтобы двигаться по этому пути, нужно, наверное, вот иметь вот ту энергию, которая тебя постоянно толкает. Потому что это не такой путь, который усыпан розами. Вообще художники – это такие больше интроверты, это сложная профессия. И, наверное, если спросить большинство, согласились бы они бросить эту работу, то, наверное, многие бы сказали, точнее, многие бы сказали, я не хочу, чтобы мои дети этим занимались. Вот в чем вопрос. То есть никто не может ее бросить из моих коллег, но при этом не хотят, чтобы дети шли по их пути, потому что понимают, насколько это сложный путь. Марина, ты известный человек? Ну, не знаю, это трудно сказать. Есть люди, которые… У меня был один момент, когда меня в магазине узнали и сказали, а вот вы имеете отношение к Морозовской больнице. Но, правда, люди не знают, какое отношение. И вопрос в том, что, ну, как бы, наверное, я широко известна в узких кругах. Мои проекты, их видит очень большое количество людей. Но они не знают до конца, что это мои проекты. То есть я часто знакомлюсь и говорю, вот, мой проект был на Artplay, там, или в Морозовской больнице. Да-да-да, мы это видели. Потому что через паблик-арт проходит большое количество зрителей. И широкая публика видит то, что я делаю. Я не всегда знаю, что это вот именно та самая Марина Звягинцева. Но мои проекты, они являются, там, визитной карточкой для Царицына, да, там, проект «Выход» и сейчас проект «Притяжение». Визитной карточкой для Морозовской больницы, для высшей школы экономики, проект «Медиадвор». То есть я делаю какие-то значимые вещи, но вот поскольку художник, он находится, ну, как сказать, немножко в тени, так же, как режиссёр, да, актёр он на виду, а режиссёра не все знают в лицо, не все знают по имени. Но, тем не менее, вот, не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Это скорее вопрос к зрителям, насколько они обо мне знают. Понятно. Вот мы сейчас там говорили о том, что у художника, там, много там бывает трудностей, проблем, там, и бюджет нужен, там, и понимание, и согласование. Ну, всё-таки вот во всём, во всём вот этом, да, кем и чем является художник, что является главным для художника? Ну, я не могу сказать за всех, да, вообще, наверное, для всех это главное – это самовыражение, да, но, как бы, каждый понимает его по-своему. Для меня, как для художника, который работает в общественном пространстве, является главным то, что я могу влиять на людей, я могу влиять на их чувства, я могу их перепрограммировать с помощью своего искусства. То, что я делаю, там, на улицах, на фасадах, в морозской больнице, это переключает людей с какого-то бытового уровня восприятия на что-то другое. То есть я им даю возможность увидеть, что есть какой-то другой слой действительности. И в этом, ну, я и в этом чувствую свою миссию, скажем так. Изменить чувства людей с показателем, что есть что-то большее, чем просто дом работы или чем, там, вот, когда они приходят в больницу, чем болезнь и страдания вот этих детей, которые попадают в эти стены. Что есть какие-то другие слои действительности, за которыми можно зацепиться, которые можно увидеть, что человек – это что-то большее. И мне кажется, что как раз художник, он должен выдергивать любого зрителя, выдергивать другой слой действительности. Там, где он сам считывает информацию и говорит, вот, посмотри, подними глаза, вот есть что-то такое вокруг тебя, что ты сейчас, находясь в этой плоскости, не видишь. То есть художник, он немножко идет впереди зрителя и все время его подтягивает для себя. И это очень такая интересная задача, потому что до зрителя надо достучаться, ему нужно зацепить. Там много-много всяких задач, которые ты должен решить, чтобы у тебя это получилось. Вот. Поэтому я и люблю заниматься паблик-артом, потому что паблик-арт, он как бы позволяет выйти на зрителя напрямую. И он, с одной стороны, нивелирует твои регалии, да, в паблик-арте никому не интересно, ну, какие у тебя там, в каких союзах ты состоишь художников, да, какие там ты премии получал. То есть весь твой бэкграунд, он стирается, остается только твое произведение. И ты остаешься один на один со зрителем. Поймал зрителя в своей сети, смог зацепить, смог его остановить, смог изменить его восприятие на данный момент, смог воздействовать на его эмоции. Удалось произведение. Это, значит, состоялась история. Не смог, ну, как получилось. Понятно, да, интересно. Ну, и еще один вопрос на последок нашего интервью, хотела бы задать. Если бы вы оказались перед собой, когда вам было 18 лет, что бы вы себе сказали, ну, возможно, пожелали бы? Ну, не знаю, я бы, наверное, сказала себе, зачем тебе этот физфак? Иди сразу, иди сразу на худограф, и давай уж смирись с тем, что это твоя профессия, это твое призвание. Ну, наверное, вот так. Потому что я сделала все-таки небольшой крюк. Ну, может быть, зато этот крюк позволил мне... Не знаю, я бы, наверное, не стала ничего менять и говорить. Может быть, пожелала бы себе меньше обращать внимание на какие-то бытовые проблемы, меньше завязать по пути, быстрее двигаться. Ну, может быть, вот так. Ну, например, там, через 10 лет твой будущий стын разобьет тарелку, вот ты его, пожалуйста, за это не ругай. Второй-то день, да. Ну, то есть, получается, что... Ну, глобально я бы не стала ничего менять. Ну, не знаю, вопрос сложный. Потому что я, на самом деле, все время двигаюсь вперед и стараюсь не оглядываться назад. Хотя, конечно, это, ну, как сказать... Есть люди, которые все время говорят, вот, когда я был там молодым, трава была зеленее и так далее. Меня вот это вот раздражает. Поэтому я как-то уже и не очень хорошо помню, о чем я думала в 18 лет. Зато я хорошо знаю, что у меня впереди. То есть, я все время стараюсь смотреть вперед, и поэтому оглядывание назад, возможно, ну, не самое интересное мероприятие для меня. Ну, я вот об этом и спросил. Просто, ну, бывают такие люди, которые думают или говорят, даже вслух об этом, что вот если бы там вернуть меня на 20 лет назад, я бы совершенно все по-другому сделал. Я поэтому и спросил, пытаясь понять, вот, жалеете, что ваша жизнь сложилась именно так? Не хотели бы мы ее полностью переделать? Ну, очень много было ситуаций в жизни, да, которые зависели не от меня, а зависели от той обстановки, которая была вокруг в стране. И отношение к искусству тоже, оно все время менялось по этой дороге, по которой я, так сказать, двигалась. Вокруг меня постоянно бурлила эта действительность. Я никак не могу переписать свою жизнь, потому что обстоятельства сложились именно так, как сложились там. В 90-е надо было пережить, надо было пережить какие-то стрессы в этой жизни, от них никуда не денешься. И все, что зависит от меня, я, наверное, все делала, все, что могла. И, как сказать, вот это вот желание переписать жизнь, оно нерентабельно, потому что в тот момент, когда там тебе 18, ты все равно видишь жизнь под определенным углом. И чтобы этот угол изменился, тебе нужно прожить все те этапы, которые тебе предстоит. И когда вот люди говорят, ой, если бы я прочитала эту книгу 20 лет назад, моя бы жизнь изменилась. Но если бы ты прочитала эту книгу 20 лет назад, ты половину бы там не понял, и ты бы половину там не увидел. Поэтому история не знает излагательных наполнений. Продолжение следует...